Сознание С самого начала стихи Искандера, как и пигры в каждой главе эпизоду спектакля, задают тему. Потому что спектакль – не монотонное повествование. Рассказ Мула поделен на части. И каждая – это отдельная история об особенностях жизни в советской Абхазии. От коллективизации до развенчания культа личности. Что это, если не строительство коммунизма? Ведь каждый здесь – кузнец своего счастья. Но через все действия рефреном проходит фраза. Железа у вас будет много, но где вы будете доставать мясо? Об этом беспокоится и Мул. Ведь он-то знает, что среднестатистический Мул умнее среднестатистического человека. Однако признает интеллектуальное превосходство своего хозяина. Так, невзначай, в спектакле говорится о человеческой глупости и мудрости. Поднимается и национальный вопрос. «Ты такой же мулёныш», – говорит главный герой о четырёхлетнем мальчике. Сыне Абхаза и русской девушки. Неполиткорректно и на грани фола. Но это Искандер ему можно. Ведь он и сам из этой команды. Эпизод с евреем сегодня тоже стерпела бы не каждая сцена. Но в Абхазском русском театре это смотрится органично. И даже тепло, отметили зрители. «Такое ощущение всё равно. Теплоты есть. И ребята, конечно, молодцы. И режиссёр замечательный. Понравился очень. Спасибо». Тема культа личности появляется в комедийном эпизоде. Большоусы не страшны, скорее смешной. Нет его коварства и чёрное всесилие ничуть не упреуменьшены. Но ирония делает образ Сталина в полной мере осмысленным. Его даже не нужно доводить до абсурда. Это сделала сама жизнь. Искандер показывает это в своих произведениях. Антон Корнилов в этом спектакле. «На счёт фальшивого царя не переживайте. Я прикажу его расстрелять. Вместе с его фальшивой женой». Коллективизация, голодомор в Украине, репрессии в России – всё, что ассоциируется сегодня со сталинизмом, напоминает день сегодняшний. Антон Корнилов уверен, что усмотреть историческую параллель между искандеровскими мотивами и сегодняшней реальностью нетрудно. Вот эта власть, которая, как Хабук персонаж говорит, уразуметь не могут, а берутся перевернуть всю нашу жизнь. Когда такие люди управляют, когда такие люди наверху имеют власть, тем более абсолютную власть, знаете, власть развращает людей. Она абсолютную власть развращает, абсолютно. И в этом смысле я вижу абсолютные параллели с нашим временем, с теми несправедливостями, какие сейчас происходят. Со сцены звучат стихи Фазиля Абдуловича, но некоторые фразы написаны как будто сегодня. «Здесь небо – это средство для бомбёжки». Или «Безумие новостей здравого ждёт ума». Что это – спираль истории или работа над ошибками? Здесь, как Лотман говорил, текст оказался умнее автора. Он говорил, что со временем, в контексте времени, если так герменевтически смотреть на всё это, то здесь, в контексте времени, какой бы автор ни был умный, а текст его снова переигрывает. Он снова всё это закольцовывается, и мы видим сейчас репрессии. И поэтому сейчас, мне кажется, очень важно об этом говорить, чтобы не докатиться до таких масштабов и объёмов, какие были вот этот 37-й год. Но, несмотря на ужас и ужасное время, описанное в спектакле, и зрители, и сами актёры говорят о доброте и теплоте, которую испытывают от этой постановки. Возможно, потому что им доводится играть и видеть лучшие проявления человеческих качеств в условиях, где каждый день происходит беда. Там, в городе, одни люди отправляют других в далёкий холодный край и даже убивают, рассказывают друг другу животные старого хабуга. Против них не попрёшь, власть делают вывод о ним. Но доброта всегда побеждает зло. И светом этого добра светится каждый персонаж спектакля, а особенно главный – мул, которого сыграл Кирилл Шишкин. К сожалению, какие-то элементарные человеческие ценности, доброта, честность, в хорошем смысле наивность, простота в хорошем смысле, они, к сожалению, в наше время немножечко потеряны. И когда окунаешься на эти сколько там, час сорок, на два часа вот в этот материал, как-то об этом вспоминаешь, и, честно говоря, неохота в какие-то мгновения просыпаться, и хочется дальше здесь находиться. И мне, как Кириллу Шишкину, вот в этом мире, который мы попытались вам показать, ну, честно говоря, комфортнее, чем в нашем. Абхазский колорит и атмосферу сумел передать режиссер Антон Корнилов, даже будучи не слишком знакомым ни с Искандером, ни с абхазским бытом. В постановке весьма специфических сцен ему помогали сами актеры. Нет, 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 мой старик не обманщик. То, что он думал о карамане, он уже сказал. А теперь он просто выполняет обрет оплаты. Ну, такое уж он у меня чтит обычай. Заскательные зрители пришли проверить, справится ли режиссер со вселенной Искандера, наполненной магией и в то же время жутко реалистичной. И в итоге поставили спектаклю высший бал. Я сюда, на этот спектакль тоже шел, немного опасаясь, ну, не узнать Искандера. Ну, я прям удивлен, приятно, потому что, ну, прям, очень, во-первых, и фактура передана, и его сложность композиционную. Вот этим языком, немного изоповым, немного народным таким. У Искандера это получилось, и у них получилось передать сегодня. Это просто, я очень впечатлен, так сказать, не побоюсь этого слова. Я сейчас, времена такие, когда очень много эпитетов, много, такие, планку задирают всегда эпитетами. И поэтому всегда стараюсь обходить этих слов высоких. Но сегодня я прям очень приятно удивлен, и прям советую всем посмотреть спектакль. Спектакль идет немногим меньше двух часов и смотрится на одном дыхании. Смех, слезы, смех, сквозь слезы и тепло. Но, несмотря на серый антураж, испытываешь, выходя из зрительного зала. И немного страха. Ведь это как будто о сегодняшних нас. Но очень хочется, чтобы нет. Чтобы не приходилось искать метафоры, описывая реальность, без угрозы оказаться в холодных далеких краях. Но в голове так и звучит. Безумие новостей, здравого ждет ума. Безумие новостей, здравого ждет ума. Мария Ана Котова, Сосрыква Гухава, Абазатова.